В минувшую среду HBO провели масштабную презентацию своих будущих проектов для инвесторов. И шутки ради, эта полузакрытая презентация была мощнее и интереснее, чем две последних панели Звездных Войн для фанатов. HBO и Warner Bros. соответственно выкатили столько громких анонсов, что разбирать нам придется их еще долго. Но начнем мы с проекта, который выйдет уже в этом году и откроет для нас удивительный мир наемных убийц с совершенно иной стороны. О чем будет сериал «Континенталь», что скрывает первый тизер и стоит ли надеяться на появление Джона Уика? Не переживайте, в ближайшие пару минут мы обязательно дадим все ответы на самые наболевшие вопросы. Ну а вы не забудьте в комментариях написать, понравилась ли вам последняя часть Джона Уика и сколько раз вы уже успели сходить на нее в кино. Готовы? Тогда вперед! Буквально на прошлых выходных Дисней подорвала миллионы пятых точек по всему миру, заявив, что «Мандалорец» это больше не сериал о Дине Джорини и Грогу, а проект о «Мандалорцах» в целом. Зрители сериала и преданные фанаты Звезд тут же побежали в интернет писать гневные комментарии о том, что главных героев теперь попросту слили. Причем тут вообще «Мандалорец»? А при том, что данная ситуация буквально параллельна паре Джон Уик и Континенталь. Только реакция зрителей на обе ситуации совершенно разная. В «Мандалорце» спустя четыре года на фоне и так упавшего качества, создатели вдруг заявили, что и основная сюжетка уходит на задний план, причем без особого повода и смысла. При этом другие персонажи сериала односторонние и совершенно невзрачные, о них не хочется ничего знать и смотреть серии их глазами. Не говоря уже о том, что по сути перед нами одно и то же лицо в маске, хоть это и особенность персонажей. Но в «Джоне Уике» буквально каждый персонаж на экране интересен. Мало того, что о прошлом самого героя плюс-минус известны лишь отдельные фрагменты и приквела к оригинальным фильмам «Ой как не хватает», так еще и другие герои всегда были достойны своих отдельных историй. Мир Джона Уика необычен, загадочен, он притягивает своей атмосферой, поэтому выход такого странного проекта, как «Континенталь», был воспринят исключительно положительно, при этом анонс состоялся еще в 2017 году, что не помешало выходу еще трех полноценных фильмов из оригинальной линейки. Поэтому в данном случае перед нами редкий бриллиант, сразу же получивший одобрение от фанатов, желающих узнать побольше о мире наемных убийц и о том, как все это было устроено раньше. Что ж, давайте с этим и разберемся. В последнее время вокруг только и разговоров о том, что экранизация истории супер-братьев Марио бьет все немыслимые анимационные рекорды. Но вы знали, что именно пиксельная игра была вдохновением для этой картины? Сейчас у вас есть возможность создать свою собственную пиксель-арт-картину, которая прекрасно подойдет для любого интерьера при помощи Moza Brick — бесконечного фотоконструктора. Просто берете Moza Brick, загружаете фото на сайт и собираете картину по полученной инструкции. Наборы доступны в черно-белом и цветном вариантах, готовые к сборке любого изображения. Количество кубиков превышает необходимое для любой фотографии, а универсальность конструктора позволяет создавать поистине уникальные произведения искусства. Детализация картин увеличивается с увеличением размера набора, а возможность объединять до четырех одинаковых позволяет собирать картины аж на всю стену. Moza Brick — идеальный подарок для любого повода и без, Ведь получатель сам выберет, что он хочет создать. Чтобы передать картине завершенный вид, вы можете докупить стильную рамку для черно-белых наборов, а для цветных рамка уже в комплекте. Не упустите возможность заказать бесконечный фотоконструктор Moza Brick со скидкой в 20%. Вводите промокод НЕСПОЙЛЕР в корзине при оформлении заказа. Создавайте уникальные и яркие пиксель-арты с Moza Brick уже сегодня по ссылочке в описании. Ну а начнем мы с главного. Действия сериала развернутся в 70-х годах прошлого века. Таким образом, рассчитывать на то, что в кадре мы увидим Джона Уика, не стоит. Наш дитя Белоруссии или еще не родился, или же реально только-только пошел в школу и начал изучать арифметику. Если прикинуть, что возраст Джона Уика схож с возрастом Киану, то наш мистер Прекрасный родился в 1964-м, а значит 70-е он встретил еще в школе. Однако никто не говорит, что в самом-самом конце сериала нам не покажут коротенький фрагмент из настоящего, где постаревший Уинстон или думает о Джоне Уике, или же в рамках событий до четвертой части даже болтает с нашим героем. Хотя мы бы вообще сделали ставку на то, что плюс-минус финальной сценой в сериале станут двухтысячные, в которых молодой Джон впервые заселится в Нью-Йоркские континентали, и в самом конце он впервые познакомится с Уинстоном и Хароном. Красивая сцена с идеальным концом. А как вы считаете? Однако главным героем континенталя будет молодой Уинстон, который широко известен нам по оригинальной истории Джонатана. В сериале его сыграл 31-летний актер Колин Вуделл, которого можно заметить на финальных кадрах промо-ролика. Безусловно, тизер не обошел вниманием и обычные атрибуты франшизы – монеты для оплаты услуг. В принципе, даже логично, учитывая то, что золото как форма оплаты известна уже тысячу лет, и вероятнее всего по франшизе о Джоне Уике можно клепать даже приквел-приквела-приквела, уходя в далекие времена, этак в век пятнадцатый. А может еще раньше с рассказом о секретных ассасинах, тамплиерах, яблоках Эдема. А, черт, простите, это мы уже что-то размечтались. Но с другой стороны, старейшина из пустыни прямо назвал себя главным ассасином в третьей части Джона Уика. И хоть это слово и означает, по сути, наемного убийцу или киллера, заглянуть в далекое прошлое в теории можно было бы без проблем в одном из будущих спин-оффов. Единственный, кто вообще пока что никак не засветился в промо-ролике, это персонаж Мэла Гибсона по имени Кормак, который сыграет на минуточку главную роль в сериале. Многие полагают, что его персонаж, управляющий нью-йоркским континенталем в семидесятых годах, и ему на смену как раз и пришлют молодого Уинстона. Да и вообще, если верить прошлой официальной информации, трехсерийный проект будет иметь, соответственно, три эпизода, каждый из которых будет называться «Ночь первая», «Ночь вторая» и «Ночь третья». А что, если в то далекое время еще не существовало золотого правила о неведении деятельности на территории отеля? Или же, наоборот, именно 50 лет назад заведение впервые схватило статус «секуляризован», то есть «вне защиты кланов правления». Почему мы так считаем? На одном из кадров можно заметить, как некто кидает окровавленные полотенца в урну для грязного белья, как в обычных гостиницах. А следовательно, в «Континентале» явно произошла какая-то заварушка. Все неплохо сходится, ведь, судя по названию, речь будет идти о трех днях подряд. Да и плюс на свежих кадрах, ну, уже очень много перестрелок и подобных штук, которые, походу, реально происходят в стенах отеля. А этого делать нельзя. Следовательно, напрашивается следующий синопсис. В 70-х годах прошлого века в течение трех ночей, по пока что непонятным причинам, Нью-Йоркский «Континенталь» оказывается в центре кровавых событий. Возможно, отель станет в центре войны кланов. Возможно, кто-то из постояльцев нарушит его правила. Или же правил попросту пока нет, и мы увидим пик анархии в стенах прежнего «Континенталя», после чего произойдут серьезные изменения. Главный герой, парень по имени Уинстон, известный нам, конечно же, по его будущему статусу управляющего, только-только прибывает в отеле знакомиться с его постояльцами и управляющим составом. Но есть и альтернативная версия событий, согласно которой Уинстон будет не просто болванчиком, оказавшимся не в том месте и не в то время, а настоящим злодеем сериала. Ведь мы действительно ни черта не знаем о его прошлом, кто он на самом деле и как пришел к власти. Согласно второму варианту развития событий, «Континенталь» будет именно приквелом о прошлом главного героя, который окажется далеко не таким белым и пушистым. Вы и так наверняка могли заметить, что в оригинальных фильмах Уинстон еще тот манипулятор и всегда добивается собственных поставленных целей вопреки всему. Блин, да даже несмотря на то, что в самом финале четвертого фильма он назвал Джона Уика сыном, он сам же и стрелял в него в концовке третьей части. Так с чего мы взяли, что в «Рассвете сил» Уинстон не был тем еще козлом? Будет интересно посмотреть, как он добился своего статуса и столь высокого уровня уважения у людей, которые могут прибить его карандашом. Возможно, в начале своего пути он вообще был каким-нибудь военным и по уровню скиллов ничем не уступал Джону Уику, поэтому он будет не только руководить зарубой в отеле, но и сам валить врагов пачками. И это не говоря уже о том, что братья Уорнеры могут учесть ошибки новых фильмов и сериалов от Marvel и делать не бессвязные проекты, а по-настоящему сюжетно взаимосвязанные сериалы и фильмы. Так, например, логично было бы в «Континентале» сделать затравочку на события будущей балерины. Согласно недавнему обновленному синопсису, события фильма с Анной де Армос будут происходить между третьим и четвертым Джоном Уиком. Но по логике вещей, если там героиня будет мстить за смерть своих родных, то убийца ее семьи уже существует на момент событий «Континенталя». Его можно представить как главного злодея, находящегося за спиной у всех, и руководящего этими беспорядками, а позже приказавшего убить семью героини де Армос. А знаете, чем хорош сеттинг 70-х? Если уходить в самые дебри, то в те года слово «компьютер» вот только-только начинает появляться в различных газетах. Ну а само устройство не знакомо для большинства обычных людей. Интернет тоже был слабо изучен и формально открыт для широкой публики лишь в начале 90-х. Плюс-минус тогда же, когда и появился первый мобильник. Отсюда следует простой и атмосферный вывод. «Континенталь» — это история о мире наемных убийц без современных технологий. Заказы на определенных лиц размещаются не на сайте и не приходят киллерам по пуш-уведомлению, а в газетах. Наемники пользуются реальными бумажными картами, а не приложениями-навигаторами. Да и вообще коммуницируют между собой по большей части вживую, ну или на крайняк созваниваются в телефонных будках. И это просто потрясающая возможность показать, как все начиналось. Даже в самом трейлере легко заметить ту самую атмосферу прошлого века. На улочках Нью-Йорка нет пробок, машин не так много, а вечернее освещение лишь слегка озаряет город, не делая из него свечку, видную даже из космоса. Сериал выйдет в сентябре этого года и будет состоять из трех серий, каждая из которых длится по полтора часа. Чуете легкий аромат от формата Шерлока? А еще где-то грустно в стороне всплакнул «Морбиус» и сиквел «Венома», которые со своими-то бюджетами еле-еле до такого хронометража дотянули. Это первый полноценный спин-офф Джона Уика, и будет очевидно, что помимо Уинстона, Харона и Уборщика в сериале появится много знакомых имен и героев. Вселенная наемных убийц только-только начинает расширяться, и если Warner Bros. и HBO Max сделают все так же качественно, как и в четвертом фильме, нас ждет настоящий шедевр. Что ж, узнаем это уже в сентябре. До новых встреч, друзья! Субтитры создавал DimaTorzok